Здравствуйте! Это проект Смотри Хабаровск в студии Олеси Куприна. Ночь в музее Мир Говорящих Машин. Как это будет? Зачем нам туда идти? Что мы получим? Сегодня нам об этом расскажет директор музея Мир Говорящих Машин Евгения Веретенникова и член Хабаровского клуба филофонистов Николай Стрелов. Здравствуйте! Я уже задала три вопроса, на которые нам обязательно ответить. Что нам вообще ждать в мире Говорящих Машин в ночь? Вообще, если начать с самой акции, Ночь в музее, она проходит по всей стороне и все музеи приоткрывают двери в ночное время, чтобы посетители могли, особенно те, кто, как обычно, всегда занят, нет времени, смогли посетить музей. В музее я знакомиться с музейными коллекциями, с новыми проектами. Для нашего музея это всегда было важным событием. В этом году мы уделили особое внимание, потому что для нас этот год юбилейный. Как вы знаете, мы частный музей. И вот в этом году будем праздновать большую дату, это пятилетие нашего музея, поэтому я вас заранее приглашаю. Почему-то казалось, простите, что перебиваю, казалось, что вам уже лет 10, потому что у вас столько событий, каждую неделю, и на неделе еще по нескольку событий, кажется, что так много всего, что уже словно 10 лет. Да, ну это, знаете, то, что называется, наверное, наболело. И действительно, музыка это то, что всех объединяет, и нам есть что рассказать, нам есть что показать. Наш музей достаточно уникальный, и он сконцентрирован. С одной стороны, очень узкая тематика, это звукозапись, история музыки, но с другой стороны, мы рассказываем о всех аспектах общественной жизни, истории, о каких-то событиях через музыку. И поскольку музыка сама по себе разнообразна, много жанров, поэтому у нас всегда есть повод пригласить наших любимых гостей для того, чтобы послушать музыку, поговорить о ней, найти какие-то общие интересы, и таким образом объединять гостей Хабаровской и жителей. Сегодня слушать музыку мы не будем, но мы ее будем показывать. Николай, вы не с пустыми руками пришли. Да, я представлю несколько... Вот тут экспозиция практически. Да, я представлю несколько экземпляров виниловых пластинок, которые есть в моей коллекции, чтобы визуализировать для наших зрителей то, как сегодня выглядят виниловые пластинки, чем они сегодня являются. Я хочу сказать, что, во-первых, самая главная причина, по которой винил до сих пор слушают, это непревзойденное качество звука. Ничего лучшее за многие десятилетия, что существуют носители музыки, не было придумано, и пластинки по-прежнему выигрывают и у цифровых стриминговых сервисов, и у других аналоговых носителей. А вторая причина, по которой пластинки сейчас переживают второе рождение, это вот такая вот красочная полиграфия, красочное оформление нынешнего... Что же само собой искусство. Да, да. Причем давайте вспомним, что и культовые обложки всех альбомов, они начались тогда, когда родился формат виниловых пластинок. Появился вот такой вот широкий, хорошо видимый носитель, на котором можно было делать целые произведения искусства. Я хочу добавить, что вообще в рамках «Ночи музея» уже пятый раз мы будем проводить виниловый маркет. И, насколько я знаю, это достаточно уникальное явление. На Дальнем Востоке виниловые маркеты проходят только в нашем музее. Мы организуем филофонистов, любителей музыки, тот, кто слушает музыку на виниле до сих пор или приобщился сейчас. И вы можете прийти, купить, продать, поменять пластинку. И вообще идея пришла с запада. Когда-то мы поехали в путешествие в поисках каких-то редких экземпляров для музея. И наткнулись на такой виниловый маркет в Санкт-Петербурге, когда сообщества меломанов собираются, везде играет музыка, люди ищут, пополняют свои виниловые коллекции. В общем, нам очень нравится такой виниловый вайп, и это очень актуально, потому что в этом году впервые продажи винила превысили продажи CD-дисков. И мы обсуждали сопер... Это где они превысили? В мире. В мире, да. В мире, да. И мы обсуждали это с соперными меломанами. И, конечно, сейчас такой виниловый ренессанс. И кажется, вернутся ли CD-диски так же, как это произошло у винила? И, наверное, нет, потому что нет вот этой ритуальности, нет этого красивого оформления. Никто не гоняется с горящими глазами за первопрессами или какими-то коллекционными CD-дисками. Ну, среди CD-дисков этого нет. А в виниловом мире этих нишевых каких-то вещей достаточно много. А как много любителей винилов в Хабаровске вообще? Сколько может вместить мир говорящих машин? Они туда все поместятся? Ну, мы уже с трудом помещаемся на наших еженедельных встречах. Когда мы встречаемся, обмениваемся музыкой и пластинками, у нас порядка, наверное, 30 участников, постоянных. Ну, надо сказать, что сам клуб филофонистов переехал в музей 3 года назад. Они с нами провели пандемию. Изначально это было порядка 10-15 человек. Но количество людей, кто сегодня возвращается к прослушиванию музыки на виниле, растет. Конечно, это еще не какие-то там баснословные цифры. Но, тем не менее, не только люди, кто застал винил, но и также молодежь приобщается. Они приходят, остаются. И вот, наверное, Николай и его друзья – это именно представитель такой новой волны филофонистов. Я их называю. Новая волна. А вот смотрите, у нас здесь афиша. Во-первых, название классное. Видели ночь в музее, да? Уже музыкальное такое. А у нас написано «Музыка, мастер-классы, квесты, игры, маркет». Вот мастер-классы. Давайте расшифруем. У нас все связано с музыкой. Мы изучаем мир через музыку. Будут мастер-классы, связанные с рисованием на пластинках. Как вы помните, в одной известной передаче из них предлагали делать вазочки. Я даже, честно говоря, в детстве занималась этим. Их переплавляли. А мы будем на них рисовать. И в прошлом году мы уже проводили такой замечательный мастер-класс. Предполагали, что это будет для детей. Но на самом деле очень многие зарослые оставались, тоже рисовали. И вот вчера я переписывала с одной из гостей, кто была на прошлой ночи. Она говорит, что моя дочка несколько пластинок разрисовала, дедушка покрыл их лаком. И у них это стоит просто как такая память о мероприятии, которые они провели у нас в музее. Николай, что от вас будет? От нашего клуба филофонистов будет устроен виниловый маркет. Мы принесем туда все наши самые интересные, зрелищные экземпляры музыки. И все любители винила могут прийти к нам, посмотреть на наши пластинки, приобщиться к этому духу аналогового звука и приобрести себе на память те экземпляры, которые им особенно западут в душу. Может быть, таким образом и новые любители винилового звука у нас в Хабаровске появятся. А вот для людей, которые вообще как-то не в теме всего происходящего, сколько сейчас стоит винил? Если человек увидел это, думает, я тоже хочу коллекционировать, я тоже хочу это слушать. Цены на современные новые пластинки начинаются примерно от 2,5 тысяч рублей. И разумная граница заканчивается где-то на 10 тысячах за издание, включающее несколько пластинок. А дальше коллекционные вещи могут стоить любых денег. Надо добавить, что есть еще, это мы говорим о новом виниле, а есть еще пластинки, которые остались с тех времен. Это пластинки фирмы «Мелодия». На антресолях где-то, может быть, еще у кого-то лежат. Да, поэтому такие пластинки, те, что сохранились в хорошем состоянии, отмытые. А клуб филофонистов предлагает и такую услугу, потому что есть специальные мойки для того, чтобы очищать пластинки. И там уже цена начинается, я не знаю, даже можно, наверное, это же маркет, можно торговаться, поэтому от 100 рублей. Их тоже можно будет у нас найти на маркете. Да, ну и к вопросу о том, что кто не соприкасался, у кого нету проигрывателей, как-то в наш музей пришел замечательный музыкант Евгений Марголис. И он рассказывал, даже у кого нету проигрывателя, я дарю пластинку, например, альбом «Год рождения именинника». И это такое хорошее начало для того, чтобы, во-первых, человеку интересно, чтобы его год рождения было в топе музыки, что люди слушали, чем жили, дышали. А во-вторых, что сначала действительно она может стоять как в интерьере, а потом уже постепенно появляется виниловый проигрыватель. Сегодня это достаточно просто. А я сейчас вижу, что вот у вас в руках, да, то, что мы видим в экспозиции, это все-таки такая новая классика, назовем ее, да? Да, современное изглание. А что сейчас люди больше всего покупают? В принципе, сейчас все жанры востребованы, все жанры издаются на виниле, потому что во всех жанрах люди хотят слышать хороший, качественный звук. Но почему-то впечатление такое, что люди все-таки, наверное, приобретают пластинки, вот как раз классические, нежели, например, каких-то новых музыкантов. Ну, у меня вот, например, Леди Гага представлена здесь, вот ее издание. Вот сейчас крупным планом взять. Вот такая интересная прозрачная пластинка. Так, Женя, помоги мне, пожалуйста. Что там еще? И вот такое вот красочное у нее оформление разворота. Да, Gatefold двойная. А какая яркая пластинка? У вас лежит вот эта розовая, это что? Розовая – это современное издание культового альбома Scorpions Blackout, с которого, в принципе, и началась популярность этой группы. Вот тоже вот такое красивое издание я у себя в коллекции оставил. И вот старое оформление, я вижу. Да, вот это вот современное издание тоже одного из самых знаменитых альбомов в нашей стране «Звезда по имени Солнце» группы «Кино». И как раз название «Нашей ночью в музее видели ночь» – это отсылка к другой песне «Кино». Я себе именно этот экземпляр приобрел, потому что тоже здесь такое вот красочное оформление. Я визуал, я люблю, когда вот все красиво выглядит. И вот похвастаюсь, здесь у меня автографы нынешних, ну, тех, кто сейчас в группе «Кино» как бы остался жив. То есть, когда они подписали? Да, да. Вот на недавнем концерте в Афреле… Я думала, что это, знаете, печать такая. Нет, нет, вот я люблю, когда вот все прямо с историей, когда вещь с историей. Здорово. А вот еще две пластинки, которые очень интересные. Да, ну, я взяла из музейных фондов тоже, я хочу показать, у нас есть конверт от пластинки, который был издан до 1917 года. И здесь уже указано, что ищите пластинки универсальной магазинной склады Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, Николаевске-на-Амуре. То есть, первые филофонисты, любители-коллекционеры музыки на Дальнем Востоке были здесь уже с начала XX века. Ну, и также, как подтверждение интереса к винилу, это является переизданием альбома Николая Ивановича Бильды, известного как «Кала Бильды». Первая пластинка была переиздана в прошлом году, «Белый остров», замечательный, аутентичный. Я всегда его рекомендую, там, где собран фольклор народов при Амуре. А в этом году, и наш музей отчасти тоже приложил к этому уроку, будет переиздание второго альбома. Это сделает звукозаписывающая компания «Машина Рекордс», та, которая издает как раз группу кино «Руки вверх» и других именитых русских музыкантов. И в этом году также выйдет его второй альбом, который называется «Весна, приди». Я, кстати, все надеюсь, что в Хабаровск «Весна» придет. Вот после, мне кажется, ночи в мире говорящих машин должна. А что насчет игр? Игр. Советская игротека будет организована, да. Сегодня, когда нас везде закрывают, отменяют и так далее, мы хотим немножко напомнить, что вообще-то раньше люди могли сами себя развлекать, самоорганизовываться и так далее. И у нас будет советская игротека, где мы достанем из наших фондов известную советскую игру «Электроника». «Электроника», расскажем об ее истории. Мы это назвали в шутку «Великая битва за яйца». Если вы помните, как волк ловил яйца, и нужно было там... И все успевал. Да, и очень многие верили, что если ты наберешь там тысячу яиц, то тебя ждет какой-то мультфильм. Как сказал один из гостей нашего музея, я набрал эту тысячу, а дальше продолжилась игра. Не было мультфильма, и, говорит, у меня жизнь просто оборвалась. Я даже перестал верить в Деда Мороза после этого. Поэтому вот, пожалуйста, мы планируем шахматный Блиц-турнир. И самое главное, замечательный музей компьютеров города Хабаровска, он существует пока в таком более закрытом формате, как частная коллекция, обещает нам сделать экспозицию, где гости смогут поиграть в любимую всеми... Самая известная советская компьютерная игра — это «Тетрис». Советская она? Да, да, она была придумана еще в Советском Союзе. Какие откровения сегодня. Советским инженером, конечно. Да. Спасибо за ликбез. Ну что ж, тогда встречаемся 19 мая, это пятница с 8 до полуночи. Да. 4 часа развлечений. Да, у нас будет большая уличная программа, будет концерт, будут выступать различные музыканты. Там сама уличная часть бесплатная для всех до 10 часов в соответствии с правилами общественного порядка. А в музее внутри вся программа будет до 12 часов, поэтому мы будем рады видеть всех. И, наверное, о билетах нужно позаботиться заранее. Да, билетов осталось не очень-то много. У нас музей сам по себе компактный, вот, поэтому мы ограничиваем количество, но несколько билетов еще можно приобрести. Спасибо, что умеете просвещать, развлекая, это большое дело. Спасибо большое, что пришли и рассказали. Спасибо большое за приглашение. У нас в гостях были Евгения Веретенникова, директор музея «Мир говорящих машин» и Николай Стрелов, член Хабаровского клуба филофонистов, а это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровсктв.ру. Я, Леся Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова